Всем привет, с вами Тед. Большинство жмет на эту картинку, думая, что это кликбейт, чтобы сейчас оставить комментарий, что это кликбейт, что это хайп или еще что-то. Но нет, ребята, сегодня у нас не кликбейт, и мы сегодня реально обсудим эту тему. Недавно я посмотрел видео от Basset, который в течение 30 минут рассказывает, почему StarCraft 2 умирает. Соответственно, я такое же похожее видео тоже недавно делал, где на эту тему я потратил минут 10, Basset же катнул немножко глубже и очень-очень-очень качественно разобрал эту тему, вдался в историю и объяснил, почему StarCraft 2 загибается, почему, собственно, наш киберспорт начинает пропадать. Поэтому, кто не смотрел, тоже рекомендую его посмотреть. Ну, а я же сегодня разберу то, как повлиял Alex 0.7 на деградацию StarCraft 2 именно в СНГ-комьюнити. Естественно, я лично против Alex ничего не имею, я сам его общий фанат, мне нравится его контент. Не весь, но есть даже тот, который... Поэтому не надо гневно везде спамить, что я хейтер Алекса или еще что-то. Поэтому сейчас мы разберем все по факту. Но для этого нам не придется немножко копнуть в историю. Ну и, конечно же, понять все-таки, что такое StarCraft 2. Для меня StarCraft 2 это игра про саморазвитие, где-то дисциплину, еще что-то. То есть это игра, в которой вы должны постоянно где-то развиваться, повышать свой навык и совершенствовать. Ну, а как совершенствоваться более эффективно в современном мире, кроме как зайти к известному любимому ютуберу на канал и посмотреть от него какие-то гайды, советы. Возможно, этот ютубер про-игрок и тоже от него посмотреть советы, как сражаться с разными стратегиями, как отбиваться от стратегии, какие стратегии использовать, ну и так далее. Мой канал, собственно, и создан для новичков, чтобы они могли очень эффективно, быстро выходить в топы StarCraft, где уже дальше они могут черпать информацию от других более сильных игроков. Но, полистав свои видео, я в принципе понял, что видео, в которых очень грамотно, четко расписано, как отбивать какие-то различные ранние атаки, как это делать, во-первых, легко и как это делают прогеймеры. Но такие качественные и полезные видео набирают около 400-600 просмотров за год. Также и видео, где описываются стратегии и то, как играют профессиональные сильнейшие игроки. В то время как видео, на которых на картинке стоит протас с огромной надписью MBA, либо просто Alex, они набирают уже на моем канале даже по 1000-2000 просмотров меньше, чем за месяц. Да даже видос, в котором я просто распространял крип по всей карте в течение 5 часов, набрал 2000 просмотров, в отличие от нормального качественного гайда. Да что там крип, просто где я смотрю википедию по какой-то непонятной игре или смотрю на сайте Лиги Легенд скиллы персонажей, тоже набирают по 2000. Поэтому прежде чем я расскажу вам главный секрет Алекса и как он повлиял на развитие Старкрафта, обязательно поддержите нашу любимую игру комментарием под этим видео, поставьте лайк и просто напишите что-нибудь про Старкрафт 2 обязательно в комментариях. Итак, Алекс 007. В принципе, он один из тех, с кого началось мое знакомство со Старкрафт 2, еще в далекие времена Heart of the Swarm, потому что в Винксов Либерти я еще не играл. Я сразу понимал, что если я хочу научиться, мне надо учиться у лучших, и Алекс как раз-таки вел русскоязычные трансляции корейского Старкрафта. Я говорю не только на русском языке, что дало мне возможность смотреть все это время не только Алекса, но и корейских и англоязычных комментаторов. И благодаря этому я увидел четкую развилку того момента, когда Алекс свернул. Свернул с дорожки профессионального и качественного комментирования Старкрафта, и мы сейчас узнаем, когда это было. Итак, в начале Legacy of the Void, все, кто хотел и старался, взяли себе Grandmaster League, в том числе и я, и Алек. Естественно, как официальный комментатор, Алекс параллельно с этим либо завел, либо начал более активно вести свой YouTube-канал. Я в то время решил, что я плюс-минус прошел Старкрафт, и можно заниматься в принципе и другими вещами, подзабил немножко на игру как раз. Но при этом посмотреть турниры, особенно в комментариях Алекса, всегда было приятно, прикольно, ну и я продолжал смотреть и поддерживать его. И Алекс тогда выпустил книгу «Математика. Победы в Старкрафт 2». Мне она, кстати, понравилась, очень прикольная, такое классное чтиво. Для тех, кто любит математику, формулы, то есть если вы следите за моим каналом, вы тоже можете заметить, у меня постоянно везде какие-то расчеты, Excel, и в этом плане мы с Алексом солидарны. Старкрафт — это игра как раз-таки про эффективность, математические формулы, добычу ресурсов, эффективную трату этих ресурсов и вот эти все прочие штуки. Это реально круто, интересно, и мне это очень понравилось. Я уже ждал, когда же Алекс начнет делать еще больше такого качественного материала. Небольшой спойлер. Такого материала от Алекса практически больше не будет после выхода Legacy of the Void, поэтому, собственно, и я начал заниматься вот как раз-таки качественным материалом. Я решил уже, если не Алекс, то хоть кто-то должен. Итак, Алекс 007. Крупнейший Старкрафт 2 блогер на Ютубе в СНГ, как минимум точно. Практически каждое новое видео набирает около 100 тысяч просмотров, что реально много для Старкрафта в СНГ. Но что же было раньше? Посмотрите, раньше Алекс тоже делал гайды, которые так же, как у меня, в среднем за несколько лет набирают около 7-8 тысяч просмотров. Гайды еще более качественные, чем у меня. Посмотрите, Алекс разбирает в Юнит-тестере то, как взаимодействуют между собой юниты, затем показывает на пустой карте или против бота этот билдорзер, как его правильно исполнять. И вот сейчас ко мне очень-очень много народа пишет как раз-таки, о, против бота играешь, так все могут. Но, ребята, в этом и суть билдорзеров. Его нужно знать, как он четко делается и понимать. А дальше уже по игре, анализируя, что происходит, принимать какие-то решения. Но для этого вам билдорзер не нужен. Вам нужно, конечно же, понимание. Периодически Алекс пробовал подмешать какие-то другие игры, как Overwatch. Все так же стримил корейских профессионалов, которые, опять же, не набирали никогда за 5 лет, посмотрите, больше 10 тысяч просмотров, что для канала Алекса очень мало. Ну и постепенно, экспериментируя с контентом, Алекс дошел. Он дошел до жемчужины, к которой он скоро придет. Первые проблески развития были с таких вот видео. Алекс снимает видос «Газ в Старкрафт 2 терра нам не нужен», доказывает Алекс 007, конечно же. Что в нем было? Алекс показывает повтор игры, в которой он просто сидит, строит ЦСшки рабочих и мариков и идет в атаку против Зерга. Естественно, чтобы выиграть такой стратегии, Алексу, наверное, пришлось сыграть очень-очень большое количество игр, потому что, конечно же, газ нужен и без газа вас просто будут постоянно уничтожать. Но, собственно, а кто это понимает? Ребята, кто это понимает, кроме самого Алекса? То есть какая-то случайная игра против Зерга, который на шестой минуте имеет всего 40 рабочих. Ну, вы сами понимаете, какая это примерно лига. И следующий повтор против такого же процесса. Просмотры на канале сразу же подросли раза в два. То есть они стали где-то 30-40к, где-то начали достигать 100к просмотров. То есть увеличились раза в два, три, четыре. Очень-очень здорово. И где-то здесь, наверное, Алекс понял, что в целом на гайдах и качественной информации ты никуда не выйдешь. Я представляю, сколько времени он потратил на свою книгу, которую мы недавно посмотрели. И также представляю, что, скорее всего, она вряд ли оправдала свои ожидания, потому что после выхода этой книги Алекс понял, что большинству СНГ-комьюнити, скорее всего, не так интересно реально качественное развитие своего навыка и понимания в этой игре. Но он также понимал, что делая вот эти видосы «Газ не нужен» и прочее и прочее, они все-таки выглядят и позиционируются как гайды. И тогда, если много людей начнет пытаться так же повторять, и, естественно, у них в большинстве своих игр ничего не получится успешно реализовать, будет очень много негативных отзывов, это, скорее всего, тоже не принесет именно пользу каналу и развитию. И Алекс продолжил искать еще какой-то контент. И вот видео, где изображен кореец, набирают по 250 тысяч просмотров. В этих видео есть в названии, конечно же, слово «Имба», и видео создает классный конфликт. Алекс четко пишет «Терана имба» задает вопрос и показывает игру, как Зерк легко расправляется на каждом этапе игры с Тераном и просто не дает никаких ему шансов на победу и уничтожает, естественно, Терана в конце концов. «Легаси оф зевойда» после того, как ввели очень быстрые нерфы на реально имбовых юнитов, таких как адепты, которых тогда было больше атаки, и они уничтожали мареком за два удара, и всякие прочие быстрые исправления, в которых игра нуждалась, реально баланс сильно не менялся. И с самого начала «Легаси оф зевойда» у Зергов со стороны именно баланса и каких-то возможностей опций всегда было больше. Просто Зерги вначале еще их не использовали, так как они используют их сейчас. Нужен был контент, нужно было понять, почему видео с тем, как Алекс очень качественно разбирает то, как за Зерга можно на каждом этапе игры побеждать Терана, набирает вроде бы просмотры, но при этом никаких комментариев нету, и большая их часть негативные, либо ни о чем, потому что ребята, играющие на ладере, все равно они играют, 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 и понимают, что «мне тяжело, мне тяжело против Протаса, еще против чего-то». И Алекс ждет, ждет свой звездный час. Он видит, что в основном в СНГ именно все не хотят и не любят играть против Протасов, считают, что Протасы — это имба, и не хотят совершенствовать свой навык, чтобы просто легко, естественно, побеждать Протасов. И звездный час пришел. Очередной выстрел. Терпение лопнуло. Протасы в топ-8. Посмотрите, 3000 комментариев под этим видео. Если вы их полистаете, комментарии, естественно, понятны на какую тему, о том, что «ой, Протасы имба, все не контрится». О чем это видео? Состав Протасов. Ну, хорошо, скажете вы, а откуда, в общем-то, было взяться Терном и Зергом, если, как мы видим, изначально в турнире принимало участие 9 Протасов. Ну ладно, СС, понятно, это Протас Высокого У... Но партинг, над зафотониванием которого в рамках самого GSL Суперторнамента в ПВЗ смеялся любой игрок Мастер Лиги... Алекс нашел жемчужину. Попался турнир, на котором, наконец-таки, Протасы восторжествовали. Я не просто так говорю, «наконец-таки». Просто есть в СНГ комьюнити такая вот какая-то нелюбовь к Протасам. Она сохранилась с Wings of Liberty, с Heart of the Swarm. В тех времен, когда реально было тяжело с ними сражаться. Давайте найдем этот турнир и посмотрим, что реально там происходило. Вот он. Супер Турнамент, Апрель. Почему я говорю, что, наконец-таки, Протасы где-то одержали победу? Потому что за весь 2019 год Протасы вышли в финал и выиграли только три раза. При этом один раз в Америке, в которой НИП, к сожалению, без конкуренции особо играет. И при этом все эти турниры имели очень низкий призовой фонд. Об этом, конечно же, Алекс никогда не будет упоминать, потому что зачем, чтобы люди понимали реальное положение дел. Нужно играть на их чувствах, объяснять, что Протасы имба. А давайте взглянем на турнир, который был буквально два дня до того, как произошел вот этот Супер Турнамент. За два дня до начала Супер Турнамента, в котором участвовало много Протасов, закончился GSL. А также буквально в прошлом месяце закончились еще парочка турниров, за которые Мару, Су и Инновейшн в общей сложности поделили призовой фонд около 700 тысяч долларов. Инновейшн буквально только что выиграл там по 200 тысяч, можно сказать, прошел Старкрафт, отдыхает. И вот, что о нем говорит Алекс? Равный абсолютно лимит, и Инновейшн все делает идеально. Он в оборонительной позиции, с разложенными танками, с антиарморной ракетой в чарль зилотов. Может ли Протас пробить хоть как-то эту оборону? Да, конечно, может, и с большим запасом. Полюбуйтесь, полюбуйтесь, что здесь происходит. Выглядит, конечно, жестко, да? Как будто Протас просто нажимает F2 и побеждает, хотя Инновейшн все делал идеально. Все делал идеально. Он же самый лучший, сильнейший игрок, и все такое. И неспроста. Алекс этот замес показывает на x8, на максимальной промотке. То есть он ускорил игру, чтобы никто не видел, что реально там происходило. Лимиты действительно равные, но Протас дожидается своего преимущества по апгрейдам и нападает только после того, когда у него есть плюс 2, а у соперника нету плюс 2 на атаку и на броню. Антиармор ракета влетает только в самый последний момент в зилотов, которые уже соприкасаются с армией Террена. При этом в этой армии очень много мародеров, а у мародеров очень низкий ДПС по сравнению с мариками, поэтому мариков в этой армии не хватало. Протас своей армии нападает с двух сторон, то есть он нападает с идеальной позиции с двух флангов. В то время, как после разгрома основной армии вся вот эта вот армия Террена, которую вы сейчас видите на экране, спускается с мейна. До сих пор лимиты равные, но вы понимаете, что Протас сражался с двухкратным преимуществом по лимиту, потому что половина армия Террена была на главной базе, она не участвовала в сражении. Конечно же, об этой правильной и адекватной аналитике, о том, что Террен попался без позиции, и Протас смог, благодаря преимуществу по грейдам, сражаться и победить в этом сражении, Аликс вам не расскажет, потому что, ну, а как тогда кричать, что Протас и МБА? Где просмотры брать? Потом в этом видео Аликс показывал еще свои игры с ладера, как он легко побеждает очень классных соперников. Зажимается в отличную позицию риски своими реведжерами. Ну да, самая идеальная позиция это зажаться в минералах против архонов, которые бьют сплэшем. Прям идеальнейшее. Но просто растут его потери, растут как на дрожжах. И Протас за все это сражение, в течение которого Зерк потерял 40 собак, 14 роучей. Потери замечательные, а вот то, что он против двубазового Алына построил 73 рабочих, и именно поэтому ему не хватило армии на то, чтобы отбиться. И дрался он не в самой лучшей позиции. Об этом Аликс, конечно же, вам не расскажет. Ну и спустя какое-то время Аликс еще выпустил видос, в котором показывал, как всякие Протасы из Алмаза побеждают, вроде бы ничего не делая. Хотя, вместо того, чтобы просто объяснить, что Зерк может настроить немножко Королев Спорок, и легко это отбить, просто не нужно терять первых Королев на первом Вайдрей, и все, ты все можешь легко отбить. Аликс это, конечно же, не рассказывает, потому что никому это не интересно. Всем интересно Имба Протас, Протас Имба, и вот все вот эти производные из этого. А нормальной аналитики у Аликса, к сожалению, уже и не осталось. Вот такие вот пироги. Как самый главный лидер мнений, Аликс, вместо того, чтобы рассказывать начинающим ребятам, показывать, насколько это реально фантастическая, крутая игра, что очень легко отбивать всякую ерунду, особенно ерунду, которую делают Протасы, легко подниматься в Лиге повыше, и там сражаться и играть реально в крутую стратегию, Аликс просто всем показывает, что Протасы Имба, это очень легко, и это все, как говорится, хавают, хавают. Зато он никогда в своих роликах не будет кричать, что вот Зерг Имба, потому что, вот посмотрите последний его ролик, Зерг просто идет по штормам, посмотрите, он просто идет всей армией, он даже не пытается сплитить, он стоит на оклике, Протас двигается влево-вправо, сплитит армию, пытается раздвигнуть имморталов, кидает штормы, делает что-то, ну, Зерг просто прет, он идет по штормам и уничтожает Протасы вообще без потерь. Или вот еще Эпик. Двойной дроп отправляется в атаку, лимиты равны. По логике из прошлых видео Алекса можно предположить, что так как у Протаса вся армия сейчас в атаке, а у Террана на два медивака полных меньше, наверное, Терран рассыпется как щепка. Чинится планетарная крепость, еще дизрапторы стреляют, и вот эти дизрапторы попадают очень здорово. Планетарка едва выживает на красных хитпоинтах. Ну, собственно, да, как все и говорилось, да, дизрапторы попадают очень здорово. У Протаса преимущество уже на 20 лимита, да еще и два медивака у Террана отсутствуют в бою. Как же жестко сейчас Протас расправится с Терраном. Планетарка едва выживает на красных хитпоинтах, но Бьян нападает со всех сторон. Викинги прекрасно работают по Колоссам. Колоссы мгновенно теряют свои хитпоинты и падают один за другим. Дизраптор последний по Терран. Здесь остается только группа Блингсталкеров. Они спасаются бегством. То есть, четыре викинга уничтожили четыре Колосса. Терран, у которого было на два медивака полных меньше в сражении, который как бы по логике, что Протаса имба должен прям моментально взять и проиграть в этом сражении побеждает. Вот такой вот диссонанс. Алекс словил то, на чем можно играть. Именно на том, что Протаса имба и всем эта теория нравится. Именно так Алекс, вместо того, чтобы полезные знания продвигать в комьюнити, он, как лидер мнений, продвигает только Протаса имба, Протаса имба. На всех зарубежных форумах таких проблем конечно же нет. Как я упоминал в начале, я слежу много за различной информацией. Корейцы уже давно вообще ничего не говорят про Протасов. На англоязычных серверах уже слово Протас типа уничтожен Протасом уже тоже давным-давно пропало. Немножко кто-то там говорит, ой, как отбивать от Вайдреев. Ну, все уже научились и, естественно, этого делать очень легко. И уже никто не парится. А в ру-комьюнити, к сожалению, пока такого нет. Как же это плохо повлияло именно на развитие? Вы понимаете, что если мы показываем игрокам, что смотри, вот ты просто берешь, делаешь пару правильных вещей, ты от всего этого отбиваешься и можешь играть в Старкрафт. Игрокам будет интереснее играть, и они будут заходить и заходить в игру, пытаться отбить, потому что они знают, что это отбить легко. Но игроки у нас заходят, играют за зергов, к примеру, и при этом они не могут отбиться от Вайдреев. Они заходят на YouTube, заходят на канал Алекса, посмотреть, что же делать, и видят, как Алекса просто кричит, ребята, протос и мба, все, вы ничего с этим не поделаете, просто ничего не поделаете. И все принимают это к сведению и говорят, ну ладно, раз ничего не поделать, раз такой плохой баланс, наверное, жаль, что я выбрал зерго, я не буду больше играть. И именно вот так вот СНГ комьюнити просто-напросто максимально лишается игроков, постоянно идет отток новых игроков, нету притока новых игроков, отток старых игроков, и нету притока старых игроков, то есть везде мы просто теряем игроков. При этом можно говорить много о том, что Алекса, конечно же, сделал очень много для Старкрафта в СНГ, популяризировал его и все такое. Но да, он внес вклад в это развитие, однако на данный момент что у нас получается, что скорее всего большинство его зрителей естественно не играет в Старкрафт по одной простой причине, потому что зачем играть, когда там протос и имба и как бы ничего с этим не поделать. Я вот хочу играть за терранов, а протос и имба значит, ну, к сожалению, наверное лучше не играть в Старкрафт 2, просто посмотреть там битву роботов или еще что-то интересное. битвы роботов классные у Алекса. Вот. Именно вот так вот мне кажется, Алекс деструктивно влияет на развитие Старкрафта в СНГ и тоже, естественно, внес свою лепту в отток игроков какой-то определенный в отсутствие притока новых игроков. И, ну, как-то так, ребята, как-то так. Мне очень интересно узнать ваше мнение, естественно, опять же, пишите в комментариях, мы всегда будем болеть за свою любимую игру, за Старкрафт 2, пытаться ее развивать максимально. Вот. А с вами был Тед, ну, и надеюсь, до новых встреч, надеюсь, никто не обиделся, никто там не воспринял в штыки, что мы тут говорим, что Алекс плохой, Алекс неплохой, но мог бы быть и получше. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok